МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалисты уверены, что последствия погодной аномалии сказываются на нашем здоровье. Так при жаре повышается риск преждевременных родов. Число вызовов скорой в жару также резко возрастает. Это, с одной стороны, нарушение терморегуляции, соответственно, какие-то ухудшаются показатели здоровья, общего здоровья, сосудистые заболевания и так далее. Лицам с хроническими заболеваниями не рекомендуется долгое время находиться на открытом воздухе, подвергаться воде и прямого солнечного света. С другой стороны, нарушение пятийного режима и возможность где-то что-то выпить, не очень качественную воду, купаться в открытых водоемах, что, конечно, нужно только в отведенных местах, потому что кишечные инфекции, об них тоже не следует забывать. Не позавидуешь и тем, кто в жару вынужден проводить время на больничной койке, хоть и под наблюдением врачей. Жара в городе, понимаете, это микроклимат, в первую очередь, в лечебном учреждении, учитывая, что у нас сегодня проблемы очень серьезные с вентиляцией, то есть нарушение температурного режима, то есть это влияет на уровень иммунитета человека, то есть он наиболее тяжело переносит даже после операционного периода, я уже не говорю в обычном состоянии. Поэтому оптимальная воздушная среда, она должна быть, то есть поддержание нормативных показателей, поэтому нужен хороший очень микроклимат, и эта среда должна быть безопасна в микробиологическом отношении, чтобы не было никаких возбудителей. Таким образом, из высказываний наших экспертов можно сделать вывод, что климатический стресс даром точно не проходит.